Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Водоканал должен снизить тарифы на подключение. Такую задачу поставили сегодня на сессии городского собрания Сочи. Региональный сердечно-сосудистый центр ждет модернизация. Горбольницу номер 4 посетил глава Сочи. Этой зимой в детском саду будет теплее. В Дагомысе начался ремонт теплотрассы на улице Союзной и Армавирской. В Сочи дети создали музей морского мусора. Экспонаты были собраны на местных пляжах. Первый на юге России. В Кропоткине сегодня заложили памятную капсулу в основании нового индустриального парка для малого и среднего бизнеса. Это уникальный проект для региона. На 13 гектарах создадут площадку, которая будет полностью готова для размещения современных производств. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Этот индустриальный парк реализуется в рамках национального проекта нашей страны. Это развитие малого и среднего бизнеса при поддержке правительства Российской Федерации. Инфраструктура к этому парку будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. На эти цели в рамках программы выделяется 500 миллионов рублей. Есть резиденты, которые уже зайдут на этот парк, они ждут, когда уже парк откроется. И это важно, что мы не делаем и не строим не только парк ради парка, а мы изначально понимаем, какой будет результат. А результат – это работающая промышленность нашего края, конечно, Кропоткин. Это уверенность, уверенность тех, кто будет работать на этих предприятиях в завершеннем дне, потому что у них будет возможность прийти на работу и получить зарплату. От имени депутатов Кубанского парламента я искренне поздравляю вас с таким прекрасным, знаменательным событием – началом строительства технопарка «Достояние». Безусловно, это знаковое событие не только для Кропоткина, не только для восточной экономической зоны, это знаковое событие для всей Кубани. В индустриальном парке «Достояние» уже есть первые резиденты. Свои предприятия здесь намерены открыть картонажная фабрика, завод по розливу бутилированной воды и по производству безалкогольных напитков. Планируется, что на новой промышленной площадке появится более 500 рабочих мест. Почти 33 миллиарда рублей на два года на Кубани увеличили доходную часть бюджета, а поправки в соответствующий законопроект одобрили депутаты законодательного собрания края. Большая часть денег пойдет на социальную сферу в планах реализации масштабных инфраструктурных проектов. На что потратят бюджетные средства, узнаем мы из следующего сюжета. За депутатскими партами перед началом сессии аккуратно разложены материалы с повесткой на день. В ней 67 вопросов. Самый основной первый – изменения в бюджет. Доходы краевой казны на ближайшие два года увеличиваются почти на 33 миллиарда рублей. Споров по этому вопросу у парламентариев нет. Дополнения в закон о главном финансовом документе региона приняты единогласно. Поправки внесли по инициативе губернатора. Вениамин Кондратьев лично принял участие в обсуждении. Доходная часть казны уже в этом году перешагнула психологическую отметку. Мы с вами в конце прошлого года ставили себе планку 280 миллиардов рублей собрать в окровой бюджет. А на данный момент времени мы уже имеем 305 миллиардов рублей. 305. А нам еще с вами в этом году работать два месяца и один день. Поэтому сколько мы сможем еще дополнительно собрать средств бюджета? Посмотрим. И откуда будет такой финансовый результат? От качественного управления финансами в нашем крае, подчеркиваю, качественного управления финансами. Это заслуга, безусловно, и моих коллег, и вас. Потому что решение, решение в том числе об инвестировании средств кровавого бюджета мы принимали совместно. 305 миллиардов рублей. Четыре года назад, если кому-то сказать, скажут, да вы что это самое. Было 180, если не ошибаюсь, миллиардов доходная часть. Я думаю, что мы и дальше будем продолжать. На сегодня мы имеем достаточно эффективную и актуальную отраслевую политику. Ведь промышленность, сельское хозяйство, новые точки роста. Дополнительные деньги в бюджет сейчас и есть результат грамотных инвестиций в предыдущие годы. Государственная поддержка направлялась на развитие реального сектора экономики. За 9 месяцев текущего года рост промышленности составил 4%. В итоге десятки новых предприятий, сотни рабочих мест и существенные налоговые поступления. Большая часть средств, как и всегда, достанется социальной сфере. Деньги в приоритете на социальную сферу, на людей, на жизнь и на реальный сектор экономики. Почти 710 миллионов рублей пойдут на увеличение зарплаты бюджетникам. 572 миллиона на лекарственное обеспечение и закупку медоборудования. Это тоже очень важно. Кубань должна быть сытая и образованная. Вот две составляющие, и они и сегодня, я уверен, для меня и для вас являются приоритетными. Финансирования теперь точно хватит, чтобы начать на Кубани реализацию масштабных социальных проектов. Почти 6,5 миллиардов рублей пойдут на строительство второй очереди клинической больницы имени Чаповского. Больше 4 миллиардов выделят на создание детской краевой больницы. Появится в регионе и школа-интернат для одаренных детей. На эти цели направят около 2,5 миллиардов рублей. И что самое главное, такие возможности появились не за счет перераспределения денег с одной программы на другую. Сегодня речь шла о наших собственных доходах. Дополнительные федеральные деньги, если мы получим, будут применены по тем же приоритетам, о котором я вам говорил. Но сейчас речь идет о тех миллионах и миллиардах, которые заработаны на территории Краснодарского края. Это самый весомый аргумент того, что экономика у нас развивается. Еще один показатель устойчивого развития экономики – снижение государственного долга. Кредитную нагрузку в Краснодарском крае планомерно уменьшают год за годом. Это в том числе сказывается и на состоянии региональной казны. С учетом объема получения дополнительных доходов краевого бюджета предлагается в текущем году направить 20 миллиардов рублей на досрочное погашение кредитов кредитных организаций и отказаться от привлечения 10 миллиардов ранее запланированных кредитных ресурсов. И с учетом этих изменений объем государственного долга Краснодарского края по состоянию на 1 января 2020 года составит 99,7 миллиарда рублей, то есть на 40 миллиардов ниже, чем у нас было на 1 января 2019 года. Изменения в бюджет, рассчитанные на ближайшие два года, позволят заняться и теми вопросами, которым уже несколько лет. Инфраструктурные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве должны решить проблему с подачей воды сразу в двух районах Кубани. Ейский, Троицкий и Таманский групповой водовод. Ну, коллеги, это проблема, насколько я ее знаю, навсегда была. Проблемы с водой в Ейске, в Тюмрюке, ну, когда-то же надо эти проблемы закрыть. Раз и навсегда. 10 миллиардов мы с вами предусматриваем на эти цели, потому что бюджет позволяет. 10 миллиардов. Да, мы закроем проблему воды в Ейске и в Тюмрюке, в этих районах. И он давно уже нужен. Это тоже курортные территории. Но как о курортах может идти речь о развитии, там, курортной составляющей, если воды просто нет? 10 миллиардов и есть возможность. Значит, мы реализуем эту возможность, потому что заполняемость бюджетная. Еще одна тема, которую обсудили на сессии парламента – реконструкция Краснодарского цирка. Здание, если говорить мягко, не в лучшем состоянии. За долгие годы никто так и не брался за его ремонт. Теперь доходы региона позволяют привести в порядок один из символов – краевой столицы. 2 миллиарда рублей. У нас появилась эта возможность. Мы закладываем на реконструкцию нашего Краснодарского цирка. Потому что это краевой, это столичный цирк. И детки со всего края туда будут приезжать с гордостью, понимая, что это их цирк. Наш цирк. Кубанский цирк. Это тоже вот те атрибуты, атрибуты современной Кубани, они должны быть. Вот кто-то думает, да, такие деньги. И я тоже думаю, я же говорю, ну такие деньги. Но это один на всю Кубань. На всю Кубань. И жители, и мальчишки, и девчонки, и жители края должны горниться вот такими атрибутами современной Кубани. Новые возможности открываются и в решении вопросов с долгостроями. Миллиард рублей выделят в качестве взноса в региональный фонд защиты дольщиков. Это позволит в рамках софинансирования привлечь уже из федерального бюджета дополнительно около 4 миллиардов рублей. И в следующем году приступить к завершению 11 проблемных жилых комплексов. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Водоканал разработает механизм снижения тарифов на подключение к воде и канализации. Такая задача стоит перед муниципальным предприятием на ближайшее время. Решение было принято на очередной сессии городского собрания Сочи. Она прошла сегодня. Сегодня на сессии было рассмотрено 9 вопросов. Часть из них касалась имущественных отношений. Депутаты городского собрания проголосовали за передачу Сочинскому госуниверситету земельного участка и здания пансионата «Нептун». Теперь корпус вуза будет и в Адлере. Также был приведен в соответствие с законодательством устав города Сочи. Одно из изменений в нем – сокращение числа первых заместителей у мэра с двух до одного. Пожалуй, одним из главных вопросов сессии стал доклад муниципального водоканала о реализации инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Было отмечено, что изменение формы собственности водоканала, а после и руководства, сказалось на выполнении производственных программ. Сейчас перед ресурсоснабжающей организацией стоит целый ряд важных задач. Это нас и беспокоило, поэтому мы очень был принципиальный разговор на комитетах. И вот те решения, которые приняты, они указывают, что основная часть всей работы, которую мы водоканал должны сейчас выполнять, это на снижение затрат на подключение, затрат нашего населения на подключение к воде и канализации. Это первое. Второе. На подготовку документов для участия в федеральных и краевых программах, потому что строительство дальнейших наших систем водоснабжения и их обновления и канализирования, это довольно финансово затратные. И только одними средствами МУП водоканала и одними муниципальными средствами мы не обойдемся. Нужны средства федеральные и краевые. Через месяц эти вопросы снова рассмотрят на заседании комитетов городского собрания Сочи. Водоканал за это время должен будет разработать механизм снижения тарифов на подключение к воде и канализации для местного населения и участие в федеральных и краевых программах. Все это в конечном итоге должно значительно повлиять на качество водоснабжения курорта. Этой зимой в детском саду в Дагомысе будет тепло. Речь о 126 детсаде на улице Перевальная. Чтобы улучшить качество теплоснабжения, специалисты Сочи Теплоэнерго приступили к капитальному ремонту теплотрассы. Она проходит по улицам Союзная и Армавирская. Сети были проложены больше 30 лет назад и уже порядком обветшали. Специалисты Сочи Теплоэнерго прокладывают новый теплопровод – почти 60 метров с увеличением диаметра. Это позволит обеспечить надежным теплоснабжением 126 детский сад. Ремонтные работы должны завершиться к началу отопительного сезона, то есть к 15 ноября. Также в рамках капитального ремонта в Дагомысе провели профилактические работы на котельных и теплонасосных станциях, замененный участок ветхих сетей на Батумском шоссе. Запускаем также в этом году ЦТП Восточный Дагомыс по улице Батумское шоссе. Подача ресурсов будет у нас теперь делиться по четырехтрубной системе, то есть ГВС отдельно, отопление отдельно. Это улучшит теплоснабжение данного района. Отмечу, что в период подготовки к зиме всего в Сочи было заменено порядка четырех километров теплосетей. Эти работы велись по поручению главы города для стабильной и качественной поставки тепла и горячей воды в дома сочинцев. Но об отоплении думать, конечно, еще не хочется после такого теплого октября, но зима близко. Гору и приют Фишт уже замело снегом. Как сообщили госинспекторы Кавказского заповедника, снег начал идти в среду и продолжался всю ночь. К утру 31 октября вершина горы Фишт оказалась полностью покрыта снегом. Также в белом вершина горы Аштен. Снег лег и на самом горном приюте Фишт. Нынешний снегопад не стал для работников заповедника неожиданностью. Снег в конце октября-начале ноября в этом районе наблюдается уже третий год подряд. Впрочем, он надолго не задержится. В начале следующей недели погода подарит еще несколько дней тепла. А вот ближе к середине ноября, говорят госинспекторы, снег ляжет уже до весны. Тогда же будут закрыты туристические маршруты Кавказского заповедника. В Сочи появится новый автобусный маршрут. Он свяжет два микрорайона КСМ и Макаренко. По многочисленным обращениям граждан с 5 ноября начнет курсировать автобус по маршруту номер 9 улица Труда, улица Абрикосовая. Маршрут новый, раньше его не было. Он открыт для того, чтобы наши граждане, пассажиры могли добираться с микрорайона КСМ в социальные объекты микрорайона Макаренко. Школы, поликлиники, детские сады. Я думаю, он будет очень удобен для наших граждан. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 1 ноября в Сочи облачно, дождь, температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 12-14 градусов выше нуля, температура морской воды плюс 19. На границе с Абхазией изъято почти 2000 пачек сигарет. Их пытались провести в тайниках автомобилей. В автомобиле Volkswagen Polo были обнаружены тайники с двух сторон в багажнике, за чехлами пассажирских сидений и под обшивкой дверей. Всего таможенники нашли 990 пачек сигарет без акцизных марок. Водитель автомобиля, 24-летний неработающий гражданин Абхазии, объяснил, что товар перевозил по просьбе незнакомых людей за вознаграждение. Днем раньше на границе был задержан еще один автомобиль из Абхазии. В ходе досмотра Нивы в переоборудованной полости бензобака в крыльях над осями задних колес под обшивкой было обнаружено 770 пачек сигарет, также без акцизных марок. Сигареты и автомобили изъяты. Более 100 сочинцев стали участниками военно-патриотического марафона по местам боевой славы. Он длится 10 месяцев и посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Организатор патриотической акции – Федеральное казначейство России. Акция проходит по местам боевой славы 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района в Москве. Дивизия была сформирована из сотрудников наркомата финансов, лично наркомом Арсением Зверевым. Акция памяти стартовала в столице 7 июля. Марафон проходит по всем городам, которые лежат на пути движения дивизии народного ополчения. Марафон закончится 7 апреля в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, где как раз-таки и была в конечном итоге уже расформирована в 1946 году эта дивизия народного ополчения. В марафоне участвует около 100 человек. Они несут знамя 4-й дивизии ополченцев. Им необходимо пробежать через 21 город, где проходил боевой путь дивизии. Позади уже 15 городов. До Сочи был Брянск, где в патриотической акции приняли участие полторы тысячи человек. Помимо основных городов, которые освобождала дивизия финансистов, к этой акции присоединяются и другие населенные пункты России. Сочи вошел в этот список, потому что в городе-госпитале проходили лечение и реабилитацию раненые бойцы 4-й дивизии. Несмотря на погоду, накануне более 100 сочинцев пришли к мемориалу «Подвиг во имя жизни», где возложили цветы в память о тех, кто не вернулся с войны, и о медиках, поставивших на ноги более полумиллиона раненых. «Считаем марафон открытым и хотим пожелать и участникам Великой Отечественной войны, нашим ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всем участникам марафона продолжать хорошие зародившиеся традиции в нашей стране по военно-патриотическому воспитанию молодежи». В акции принимали участие ветераны и воспитанники военно-патриотических клубов. Следующий этап марафона пройдет в Белоруссии. Региональный сердечно-сосудистый центр ждет модернизация. И хоть само медучреждение находится в подчинении края, муниципалитет своей ответственности за его развитие не снимает. Это подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский во время посещения горбольницы номер 4. Скорая помощь с трудом преодолевает улицу Дагомыскую. Здесь всегда много машин, благо случай не экстренный. Счет не идет на минуты, как это часто бывает. Но движение в районе больничного городка, по словам руководства медучреждения, необходимо срочно организовать по-новому и позаботиться о парковочных местах для посетителей и пациентов. «Около 70 пациентов доставляется санитарным транспортом. Это скорая помощь, которая должна беспрепятственно проезжать. И когда она встречается с каким-то встречным препятствием, со встречным движением, безусловно, это не добавляет никому позитива». Алексей Копайгородский заверил, мэрия готова помочь в решении этих проблем. Тем более, что на 4-ю городскую больницу приходится основной поток пациентов курорта. Это и горожане, и туристы. Здесь же с 2014 года получают помощь и спортсмены, которые приезжают в Сочи на международные соревнования или тренировки. Ежегодно здесь проходит лечение 30 тысяч человек, а в хирургии проводят около 6 тысяч операций. Поэтому медицинскую базу стационара регулярно обновляют. Противошоковая палата укомплектована всем необходимым оборудованием. Здесь при необходимости можно провести экстренную операцию. Действия персонала расписаны по минутам, а на полу даже есть обозначение, где должен находиться каждый из врачей. «526 операций – это при выстреминфаркте миокарда, работающем сердце». В сердечно-сосудистый центр скоро также поступят дополнительные аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также анеографы. С их помощью можно будет проводить обследование сосудистой системы. По словам Алексея Копайгородского, сейчас необходимо позаботиться о квалифицированных медицинских кадрах. «Самое главное – должны быть специалисты, которые этим оборудованием могут управлять. И, конечно же, для вас и для нас перспективно, то, что к нам едут высококвалифицированные специалисты со всей России, для них, конечно же, в программе есть, чтобы мы выделяли и обеспечивали их жильем, чтобы они ни в чем не нуждались». Новое оборудование поступит до конца года. К этому времени здесь подготовят и удобные помещения. Задача медиков – максимально сократить время с момента поступления пациента до начала его лечения. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». В Сочи пенсионеры узнали, как защитить себя от инсульта, инфаркта и атеросклероза. О необходимости сердечно-сосудистой профилактики участникам программы «Активное долголетие» рассказал главный кардиолог Сочи. Каждый четверг в 2 часа дня в библиотеке на улице Чайковского Центр медицинской профилактики Сочи проводит занятия «Школы здоровья». Стать участником может каждый, вне зависимости от возраста, и совершенно бесплатно. Здесь проводятся лекции на разные темы, касающиеся профилактики неинфекционных заболеваний. Это психосоматика, это психоэмоциональные нарушения. Есть школа пациентов с сахарным диабетом, есть школа ишемической болезни сердца, бронхиальной астмой пациентов. То есть можно прийти, получить определенные знания у докторов и помогать себе, чтобы не было обострений, либо профилактика, кого интересует. Сегодня тема лекции – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни системы кровообращения – основная причина преждевременной смерти человека и самая распространенная в мире. Больше половины инфарктов и инсультов обусловлено гипертонией. При этом, как показывает статистика, болезни сердца можно предотвратить, занимаясь первичной профилактикой. Это недорого и несложно, говорит главный кардиолог Сочи. Главное – знать, как правильно выполнять рекомендации. Их немного. Основных принципов профилактики – 10. Самое первое – это контроль артериального давления. Это основной фактор сердечно-сосудистого риска. В России больше 40% гипертоников старше 25 лет. То есть практически каждый второй. Вторая ступень – это контроль холестерина. У каждого второго пациента с той же гипертонией и избыточный уровень холестерина, который нужно корректировать, снижать. Но в России всего лишь 3% пациентов, которым нужно, занимаются снижением уровня холестерина. Также в целях профилактики кардиологи рекомендуют обратить внимание на свое питание, исключить из рациона красное мясо, мучные и сладкие продукты, отдать предпочтение рыбе, индейке, курице, овощам и фруктам. Уделять 30 минут в день интенсивным прогулкам на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и курения, контролировать свой вес и регулярно принимать лекарства, если они рекомендованы лечащим врачом. Отмечу, что в Сочи количество людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Музей морского мусора открылся сегодня в Сочи. Экспонаты были накануне собраны школьниками на местных пляжах. Акцию посвятили Международному дню Черного моря. Акцию с воспитанниками эколого-биологического центра провели координаторы международного проекта «Эмблас». В его рамках ученые всего мира занимаются экологическим мониторингом Черного моря. Помимо того, что мы действительно собираем этот мусор, мы отправляем отчеты, которые входят в мировую систему мониторинга, наблюдения за экологическим состоянием Черного моря. Два года назад, три года назад я, например, гуляя по пляжу Ривьеры, ну прям вот хотелось взять мешок и поубираться, серьезно. А вчера мы целый час съездили, пытаясь хоть что-то где-то убрать. Это действительно очень круто. И в этом году мы, как сказали дети, решили сделать такой эко-патруль. И еще три раза в течение года мы приедем, будем ходить на те же самые пляжи, смотреть, что будет происходить вне сезона курортного. Главная цель организаторов – выработать у детей экологические привычки. Первый шаг в помощи природе – отказ от пластика и полиэтилена. Взамен – эко-сумки. Сегодня ребята их украсили слоганами, которые должны обращать на себя внимание прохожих. Дети могут показать миру, что они очень сильно хотят помочь Черному морю. Что если… Вот матушка природа, у меня бабушка говорила, она нас создала, а мы ее губим. Ведь жизнь на планете только одна, и больше нигде нет. Нужно беречь наше Черное море, потому что если мы его не будем беречь, то оно может просто погибнуть. И мы вместе с ним тоже. Кроссовки, плафон от люстры, стеклянные пластиковые бутылки. Весь мусор, собранный накануне на одном из сочинских пляжей, ребята принесли с собой в эколого-биологический центр. Здесь решили создать музей морского мусора. Начали с небольшой экспозиции. Находки разложили по полочкам и по классу опасности. И это уже будет наша задача, наших воспитанников эколого-биологического центра, которые, надеюсь, станут прекрасными экскурсоводами и проводниками вот таких вот знаний для своих одноклассников и для других школьников города, которых у нас бывает очень много. Летом координаторы международного проекта «Эмблос» вернутся в Сочи снова, чтобы поддержать ребят в их инициативе, рассказывать отдыхающим на пляжах о правильном обращении с бытовыми отходами. Осталось запастись громкоговорителями. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радиск» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.